Ах, прекрасный город-замокузнец! В начале своего пути он защищал всю страну от не наступившей войны с Китаем. А во времена Великой Отечественной обеспечивал фронт оружием, боеприпасами и броней для техники. Город с великой историей длиной в 400 лет. Всем нам известно, что она увековечивается в памятниках и достопримечательностях. Они несут память и передают ее из поколения в поколение. Ну а мы приветствуем вас на нашем новом проекте «Вокруг Новокузнецка». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кузнецкая крепость является символом и главной достопримечательностью нашего города. Она гордо возвышается над ним с Вознесенской горы. Возведена по указу Павла I для защиты Южной Сибири от китайской угрозы. Несмотря на то, что война с Китаем так и не произошла, крепость все равно использовалась как опорная точка в борьбе с местными племенами. В обороне участвовали все, даже дети. Самому юному защитнику крепости было 12 лет, когда он наводил пушки на противника. А мы идем дальше, а точнее вниз, на Советскую площадь. Горося, подожди! Спасо-Преображенский собор величаво стоит на береговой террасе Томи, открываясь взоры каждому, кто въезжает в Кузнецкий район. Изначально это была скромная деревянная часовинка для богослужений. Однако в 1792 году артелью иркутского каменщика Почепунина был заложен каменный Спасо-Преображенский собор. Прекрасный храм сверкает позолоченными куполами и завораживает своей красотой. Свою историю Спасо-Преображенский собор начинает с 1618 года. Наш город упоминали и даже посещали известные личности, например, Федор Михайлович Достоевский. Рядом с домом, в котором он останавливался, создали музей его памяти. Этот одноэтажный бревенчатый дом архитектурно ничем не привлекает внимания. Однако это здание выделяет Новокузнецк среди других городов страны. Тайна непримечательного бревенчатого домика по адресу Достоевского, 40, раскрывает мемориальная табличка. Здесь жил в 1857 году писатель Федор Михайлович Достоевский. Но важным является не количество времени, которое в Кузнецке провел Федор Михайлович, а то, что произошло в это время. Великая любовь, которую сам Достоевский назвал, как грозное чувство. А после венчания с Марией Исаевой. Маруся, а что это? Это стало в сквере борцов революции. Пойдем. События революции 1917 года сказались на всей России. По всей стране есть улицы великих революционеров и памятники им. В нашем городе есть целый сквер, в котором захоронен прах революционеров из Кузнецка. Сейчас это место для хороших прогулок. Здесь ходят взрослые и дети. Каждый может подойти к памятнику и узнать имена борцов революции, отдавших свои жизни. В 1958 году началась постройка сквера. Ей руководили архитектор Алексей Авдеев и скульптор Казаков. А в 1962, в год смерти Сергея Петровича Абнурского, улица, на которой находится сквер, получила имя революционера. Данная улица пересекается с улицей еще одного великого революционера Владимира Ильича Ленина. В центре улицы Ленина находится статуя-памятник, посвященная лидеру революционного движения. Он делает шаг вперед и поправляет свое пальто. Статуя была выполнена советским народным художником Матвеем Манизером и архитектором Владимиром Казаковым. Вокруг статуи красивые клумбы. Взгляд Владимира Ильича устремлен на дворец культуры Алюминчик, памятник Кузнецкого района. Заложен он был в 1950 году. Строительством руководил петербургский архитектор Лужбин. Дворец очень красив, как внутри, так и снаружи. Практически все элементы декора сделаны алюминчиками, отсюда и название. На фронтоне есть шесть скульптур. Они олицетворяют различные виды искусства. Балет, народный танец, вокал, живопись, драму и музыку. Рядом с дворцом находится сад алюминчиков, а неподалеку располагается башня с часами, которую построил сам Лужбин. Долгое время башня не брелась его домом. Часы остановились на времени смерти великого архитектора. Но у нас время не стоит на месте. Выпуск подходит к концу. Но уже совсем скоро мы вновь вам расскажем о нашем любимом городе. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин